Доброго времени суток, дамы и господа. Это короткая история о том, как пробудители и драктиры изменили мир военного ремесла. Совсем недавно произошло огромнейшее изменение в маунт-фарме. А если точнее, то изменения произошли в фарме ворлбоссов Пандарии, таких как Галеон, Ша, Ундаста и Налаг. Шанс выпадения маунтов с них был 1 к 2000. В процентном соотношении вы видите это на экране. А также ворлбоссы из Дренора, Рухмар. Шанс выпадения маунта с неё был 1 к 500, аналогично проценту вы видите на экране. Теперь же шанс получения маунтов с этих 5 ворлбоссов составляет примерно 1 к 100, то есть 1%. Серьёзный апгрейд, не правда ли? Кто-то может подумать, что это жест доброй воли, но на самом деле Blizzard просто допустили большущую ошибку при запуске второй фазы припатча, и им нужно было остановить бунт. Вернёмся немного в прошлое. В тот момент, когда на Америке сервера вышли с техобслуживания, игроки сразу же ринулись качать драктиров и начали использовать их для фарма старых рейдов, а также разных ворлбоссов. И по удачному стечению обстоятельств они вылутывали маунтов США и Налака со 100% вероятностью. Вся причина заключается в том, что маунт у пробудителей – это единственный возможный лут, и им просто не вписали таблицу добычи с мировых боссов Пандария. Спустя несколько часов был сделан хотфикс, и до европейских серверов этот баг уже не дошёл. Куча негативных тем на форуме, куча негатива к драктирам, и, конечно же, к компании Blizzard за такой недочёт. Утром 17 ноября, в четверг, появляется интересный блюпост. Была значительно повышена вероятность получения следующих средств передвижения – седло сына Галеона, поводья небесного оникса облачного змея, поводья кобальтового доисторического дикорога, поводья грызового кобальтового облачного змея и солнечный ястреб пиков. Конечно же, у всей этой ситуации есть как плюсы, так и минусы. Плюсы. Первый плюс. Мучения людей, у которых по 18 тысяч попыток, наконец-то окончены. Второй плюс. Красивые и уникальные маунты стали доступны всем желающим, которые не стали бы фармить их без такого серьёзного апгрейда. Минусы. Первый минус. На протяжении всех 10 лет эти маунты были редкими, и их наличие свидетельствовало об огромном количестве терпения у игрока. Второй минус. Ценность величайших маунтов с World Boss'ов стала ниже, чем, например, у какого-нибудь Аннигилятора, Урзула или Инвинсибла. Конечно же, на Драконьих Островах мы можем призвать облачного змея, но летать он не будет. Поэтому в какой-то степени можно закрыть глаза на наличие того или иного змея у игрока. Летать там будут только 4 дракона, которые будут постепенно раскачиваться при сборе особых баджиков. Видео по прокачке совсем скоро появится на канале. Анализируя всё ранее сказанное, могу сказать, что Blizzard стремятся к уничтожению уникальности ранее редких маунтов. Быть может, пройдёт время, и маунты с мифических рейдов прошлых контентов будут падать с Нормала или Героика. Время покажет. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про твич-дропсы, которые возобновятся при выходе Драгонфлайта, то есть с 29 ноября можно будет получить при просмотре моего стрима. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, и не забывайте о ссылках в описании. До скорого!